Ну, я думаю, с рационализацией понятно, да? Рационализация работает только так. Причем она часто работает вкупе с другими масками. Порой даже бывает сразу несколько масок на одном человеке. И как следующая маска? Маска отрицания. Девиз у нее такой, я не хочу и не буду замечать ни твоего, ни своего эгоизма. В первом послании к Алифинам Павел пишет, достигайте любви, делайте все, чтобы она у вас была. А вот когда мы начинаем отрицать мотивы, которые у нас есть при вступлении в брак или существующие проблемы, начинаем их игнорировать, отрицать, нет, у нас этого нет, у нас этого не было, мы же христиане, все, мы теперь новые творения, никаких последствий того, что было у нас, мы теперь не можем переживать. Вот это игнорирование, вот это отрицание накладывает отпечатки и не получает строить отношения дальше. Ну, или вот, например, когда мы начинаем в церкви говорить о сексе, ну, кстати, сейчас, вот, слава богу, уже меньше. А вот, скажем, когда это было 10 лет назад, когда нас приглашали провести семинар для молодежи, мы начинали говорить о сексуальных вот этих вот моментах, о том, что сейчас вот молодежь, там, молодые люди. Причем, когда мы говорим, мы говорим конкретно, как один подросток нам в классе задал такой вопрос, а что мне делать, вот вы говорите, там, учиться, родители слушаются, а у меня сперма из ушей лезет, я больше ни о чем думать не могу. Понимаете, то есть, как бы... Ну, от проблем нельзя уходить, их нельзя отрицать, это маска. И страшно, если церкви надевают маску, это вообще страшно. Ахна подходит и говорят, вы о чем говорите, таких проблем в церкви путь не может. Вы там, в своих светских учреждениях говорите. Это в институтах говорите, там, в школах, где угодно, в церкви такого быть не может. Это там мир, а в церкви это связано. У вас нет таких проблем? Нет проблем, понимаете? И мы говорим, вы знаете, вы выбрали самый лучший путь, самый не лучший, но простой путь. У нас проблем нет. А если есть проблемы, то это они не духовные. Да, а мы закрываем глаза, мы тут ни при чем. Понимаете, вот она маска отрицания. И маска отрицания работает на то, что проблемы-то они не просто остаются, а они растут как снежный кум. То есть отрицать существование каких-то сложностей нельзя. Однажды женщина позвонила в прямой эфир и говорит, не знаю, что делать. Мы с мужем люди верующие. Но у нас сын уже взрослый, 24 года, 23 ему. Он мне, говорит, нам вчера с отцом заявил, мы просто сейчас в шоке, не знаем, что ему ответить. Он сказал, мам, пап, что я там в подъезде своей подружкой обтираюсь? Там холодно, там зараза всякая. У меня есть моя комната, я ее приведу. Это моя комната, что хочу, то и делаю. И мы, говорит, не знаем, что ему сказать. Как поступить в эту ситуацию? Мы с мужем ведущей, она отдам, ну что же, да. Вы понимаете, что это будет грех, чтобы не было у вас этого? По крайней мере, на территории вашего дома. Причем она сказала, что у него есть своя квартира, в принципе, но он не хочет идти туда. Его устраивает жить с нами, и он еще ее не тащит себе. Слушай, у вас вообще, вы можете легко решить эту проблему. Вот сын, у тебя есть квартира, на тебе ключ, все. В нашем доме этого не будет. Как вы можете, говорит, они? Это же мой сыночек, и он там в грязи испачкается, заразится еще чем-нибудь. А кто, как я вам сказал, будет заниматься там? Пусть он занимается, чем хотят, а мы будем накладывать на дверь руки свои и молиться. А вось поживится. То есть, понимаете, отрицается, отрицается полностью даже собственная ответственность за чистоту территории, на которой живут они и сын. То есть, вот эта маска, причем здесь и рационализация, и отрицание вместе. Чувствуете, они вот очень часто взаимосвязаны бывают в этой ситуации. А вот можно по этому вопросу сказать? Как вы думаете, а вот если этим же родителям, допустим, с одной стороны проявить принципиальность в отношении, интимных отношениях в доме, в доме, да? С другой стороны сказать, сынок, ты ее не пригласишь. То есть, твоя девушка, давай пригласим. Вы чаю вместе, поговорим, пообщаемся, и все. То есть, и вот здесь, может быть, вот этот конфликт, он будет решен, что когда они увидят девушку, когда они вместе с ней поговорят. То есть, может там действительно и она скажет, слушай, давай же поженимся. То есть, именно иногда родители молятся там где-то, вот как мы говорили. То есть, можно молиться сколько угодно, но не предпринимать никаких шагов. И вот иногда верующие родители, они именно, а, а девочка неверующая, она нам не нужна. Ну, в любом случае... Ну, они просто затронули, а почему бы им не сделать шаг? Просто когда она бросила труппу, я стал продолжать мысль того, что сегодня она ему одна нравится, потому что вы же не знаете, это она или другая. Потом в третье, потом в четвертое, потом сразу две понравились, потом пять. То есть, там вопрос был задан конкретно. Вопрос был задан конкретно. Что нам, как нам запретить ему так поступать? Мы сказали, что вот, в конце концов, даже домой могут не пускать, за такой степень. Но не разрешать. Секса не разрешать. И не сказали, что не разрешать общению. Там шел вопрос о сексе. То есть, там конкретно все шло. Ну, да, после этого стали раздаваться звонки, да, и, в общем-то, большинство звонящих, кстати, стояли на... Осуждали нас, что мы не правы, детей нужно холить и лелеять. Если хотят, они имеют полное право, где хотят, на родительской территории. И, знаете, и в самом конце, вот передача заканчивалась, у нас был час в прямом эфире, вот, позвонила женщина, и, знаете, она говорит, слушайте, я, говорит, обожаю вообще вашу передачу, но сегодня меня разочаровала она. Причем разочаровали, говорит, вы, говорит, христиане. Она, например, это все говорит в прямом эфире. Я, говорит, подумываю вообще-то, по поводу христианства, говорит, сейчас. Вот, говорит, у меня мой муж неверующий, я, говорит, только сейчас начала приближаться. Так у меня, говорит, мой муж конкретно нашим детям сказал, когда дочери было, значит, 26 лет, когда сыну было 23, они к нам пришли с тем же самым вопросом. И мой муж сказал, свой дом превращать в блуд и публичный дом я не дам. И все, я, говорит, их выставила. И вот, говорит, сейчас у меня дочь замуж, у нас в внуке есть, сын, вот сейчас, говорит, вот женился, вот не дам. И, говорит, оба они, и тот, и другой, папе сказали, спасибо. И это было сказано в прямом эфире. Это было сказано неверующим человеком. Я, знаете, еще добавил, что и в тот, говорит, момент мой, говорит, муж поступил гораздо более честно и правильно, поистине, чем те, которые сейчас вам звонят и пытаются называть себя христианом. Ну, понимаете, конечно, мы не говорим, что это вот черно-бело. И, конечно, на протяжении вот этого времени мы будем разбирать разные ситуации, да, конечно, ситуация не так однозначно. Но то, что нам нельзя на нашей территории допустить без грехов, это вот только так. Но в любом случае важно понимать, когда я стал говорить о том, что, ну, не пускать его на порог, ему 23 года. На тот момент этот человек, сознательный личный, сама принимает решение. Заставить его поступить иначе мы не можем. Он сам принимает решение, так себя вести или иначе. Мы можем ему сказать, что он себя неправильно ведет. И не разрешат грешить на своей территории, так сказать. Там он будет, это его выбор. Или не будет, это тоже его выбор. Но если мы разрешаем грех, тогда какие же мы после этого христиане? Ну и последнюю маску мы разберем. Перед перерывом маска проекция. Тоже маска работает очень активно. И она... Девиз у нее такой. Я несчастен из-за нее. Если бы не он, мы были бы изумительной парой. Да? Ну и здесь... 50% носишь в семью ты, 50% ношу в семью я. Это касается и денег там, и воспитания детей, и там стирать, и бытовые проблемы. Вот если я больше заработал, ты больше гладишь. Если я больше с детьми поиграл, ты больше чьи готовишь. Ну вот все, что было поровно. Все поровно, что было честно. 50 и 50, сколько будет? 100%, правда? Получается 100% счастливая семья, правда? Где ошибка? Ну, НДС забыли, почти. Да, НДС не уничтожили, правильно? И вот из-за него все и пошло. Через 3 месяца я стал замечать, что я делаю 70%, а она только 30%. А я считала, что я 90% на себе тащу, а он еле-еле 10 тянет. Да вообще в семье только я одна работала. Да, конечно. Несколько я ей не говорил, чтобы она свои проценты подняла, она не поднимает. А я что, лошадь что-то намалая? Почему я должна все тащить на себе, правильно? Ну, чтобы как-то с ней сравняться, я стал свои проценты уменьшать. А я свои. И еще через пару месяцев у нас получилось не 50 на 50, а 0 на 0, понимаете? То есть, вот эта вещь, вот это вот в поиске, собственно, так сказать, прав. Это героизм тот самый, да, про который мы говорили. Вот. Ну, в чем это выражалось? Например, распределение ролей. Кто что должен делать подобное. Вообще, такая очень серьезная проблема возникает, когда начинают роли распределять. Мужская задача – это мыть посуду или нет? Может ли мужчина быть посуду? И женская задача – зарабатывать там семена хлеба. Понимаете, вообще в нашем, вот, как мы считаем, вообще это неправомочные совершенно вопросы. Если два человека, одна плоть. Если все, что происходит в одной плоти, это все произжит им. И если в данной ситуации у жены получилось, мы будем, так говорить, больше заработать, чем у мужа. Я помогаю жене посуду мыть, она может помочь мне содержать семью своим заработком. То есть, мы это делаем вместе. И все равно это все в нашей плоти. Понимаете? И моя – это обязанность, а это наша. Содержать дом в чистоте и содержать его на хлебе. И если, знаете, как нам говорят, вот муж, мужчина часто, вот, и постоянно чувствует там свою, там, мужскую, там, учебленность, если жена зарабатывает больше. Мы говорим, знаете, только в том случае это происходит, если у них отношения не выстроены. Если у них отдельные кошельки, отдельное восприятие собственной семьи и так далее. Если это в одном – слушайте. Проблем никогда не будет. Не возникнет этих проблем. Не будет их. Ну, вот, например, распределение ролей, потому что мытью посуды. Я всегда считал, что посуду должна мыть женщина. Это ни в коем случае не мужская обязанность. У меня всегда это мама делала. А у меня нет. Мама делала, но вечером, по сути, да, мыл папа. Ну, вообще, папа, он из сельской местности у меня. И вот, у него с ним была такая идея фикс. Он считал, что если, скажем, в раковине останется хоть одна чашка, то все, все тараканы и мыши сбегутся в нашу квартиру в обязательном порядке. Вот. И вот он прежде, чем лечь спать, он несколько раз сходил на кухню, не проверял, что там ничего. А тещи этим пользоваться. Начиная с обеда, это все копились, копились, копились. Да. И она знала, что папа обязательно эту посуду помол. И потом еще у меня папа очень любил гладить. Там, ну, то есть, были какие-то вещи. Но вот с посудой было вообще конкретно. Это прям папа вот всегда это делал. И вот мы поженились. Вот в раковине посуда. И мы шли, и мрак, и находит. А что это я должен быть? У меня всегда это мама делает. А у меня делаю папу. Так вот соберя, отнеси папу. Я не твой папа, мы дни будем. Представляете, вот из-за такой ерунды, как посуду, наша семья рушится. Из-за кого рушится? Из-за него. Из-за нее. Ну что, тяжело посуду помыть, что ли? В чем проблема? Это из-за нее. Вот туда-сюда шарик летает, да? Кто виноват? И вот эту вот вину трудно вообще определить. Должно-то быть отношение не 50 на 50, а 100 на 100. Но оба вносим по 100%, насколько можем. Вот это правда. А 50 на 50. Это не выход. Ну или вот еще, в чем еще может быть вот этот вот дележ? По проявлению любви. Да? Мы не только отличаемся тем, что мы мужчина и женщина. Мы еще и любовь по-разному проявляем. Мужчины по-своему, женщины по-своему. А тут еще сошлись вместе, и вообще по-разному можем какие-то вещи видеть. Вот у нас в предбороженном консультировании, кстати, мы раздадим вам книги. И вот, слава богу, эта книга вышла, в том году ее еще не было. По предбороженному консультированию. Вот когда мы будем проходить как раз в четверг, в пятницу, да? То есть вы получите. Вот там, вы видите, среди прочих вопросов есть такой вопрос. Как бы ты хотел, чтобы я проявлял свою любовь, когда ты болеешь? Ну, там много раз. И вот одна из пар, просто было такое показательное предбороженное консультирование, значит, он написал так. Когда я болею, меня не трогай. Дай спокойно поболеть. Она написала так. Когда я болею, я хочу, чтобы ты сидел рядом со мной, ты со мной разговаривал, трогал мой лобик, чмокал меня в щечку. И в поле населенной что-нибудь вкусненькое. Ну, и мы говорим, ну вот вы увидели разницу? Они говорят, ну, а, конечно, будешь подсвечать, а вдруг все нормально. Я говорю, подождите, подождите, вот смотри, вот ты заболеешь, я ему говорю. Как она считает себя надо вести, когда ты болеешь? Она будет сидеть рядом с тобой, она будет щупать твой логик по минутам, она будет по минутам спрашивать, как ты себя чувствуешь, болтать безумолку по поводу того, что я болею. Рисовать чем-то вкусненькое в рот тебе. А ты ей скажешь, ну, слушай, ну, достала, дай спокойно поболеться. Закрой дверь с другой стороны. Я ей говорю, а ты выскочишь из комнаты, расплачиваешься, вся будешь так вот сидеть на кухне, схлипывая, сама с собой или позвонишь маме или подружке, будешь говорить, вот все мужчины такие, к ним со всей душой, а они, может, оболят, да, права была моя мама, они по-моему меня болеют, вот, и ты будешь бедненькое переживать. Но с другой стороны, уже к ней я обращаюсь, говорю, когда ты заболеешь, он, как считает, нужно себя вести во время болезни, когда ты болеешь? Ты будешь лежать одна в комнате за закрытой дверью, лежать и страдать. Вот все мужчины такие, права была мама, болеет, а он даже не подойдет, он даже не спросит, как я себя чувствую, вот такой равнодушный мужик. А он будет ходить там за дверью и переживать, ну что же, почему она не зовет, неужели ей даже воды не надо? Понимаете, то есть вот эти вот, они, казалось, детали, да? Но вот эти вещи вообще хорошо бы говорить не просто вот на уровне, так, теории, но еще на уровне практических таких моментов, чтобы когда подобные моменты возникнут, это не было как проявлением отсутствия любви, а просто проявлением разного отношения к жизни. Отношение к религии, как правильно молиться? Мы же не говорим, там семья верующая и неверующая, или там из разных динаминаций, даже в одной церкви была семья, там были проблемы. В его семье всегда молились, значит, на коленях, в зале, потом каждый расходился по своим там комнатам, ложились спать, отец всю эту молитву завершал. А в ее семье, до их свадьбы, молились так, молились вместе с детьми, а потом дети уходили спать, а папа с мамой, дети это все знали, шли в свою спальню, и обнявшись в постели, благодарили за день и молились. А вы в ее семье говорили? А он говорил, слушай, а пошлять молитвы постелью? Там какие дела? Грех-то какой великий. Понимаешь? Это же непрощенный грех. Как такое вообще можно пролежать? И вот такие два человека вот сошлись вместе. Мы не говорим, как правильно молиться, поймите нас тоже правильно. Мы не говорим, то только так или только так. Но проецируется вот этот вот мячик, маленький мячик там. Это у нее проблема, она неправильно молится, или он неправильно молится. Или вот четвертый тоже в этом проекте очень часто бывает по отношению к финансам. Ну тут понятно, кто-то любит тратить, кто-то экономить. Все мы люди разные. Ну вы знаете, еще вот этот мастер проекте, конечно, направляясь тоже во всех сферах. Вот такая вот, я думаю, что с этим вы 100% все сталкивались. Когда, скажем, человек ходил в церкви, ходил, потом перестал ходить, и вы его спрашиваете, ну что такое, или там разочаровался там, да, ходит такой, если разочарованный, вы подходите, и он вам говорит такую очень представленную фразу. Я приткнулся. Через него. Говорит через кого-то. Он ушел из церкви, потому что он приткнулся. Через там, да. Вы знаете, вот эти фразы, вот эти четкое проявление маски проекции. Однажды я с одним мужчиной разговаривал, он был алкоголиком, потом прошел время реабилитации в центре, у него было время ремиссии, он там года 3, наверное, или 4 не пил, и вроде все нормально. Стал диаконом в церкви. Да, диаконом стал. И вот сорвался, и все, и улетел. Запил. Вообще недели две или три, потом вроде как протрезвел, и к нему подошел, говорю, слушай, ну почему ты сорвался-то, что побудило тебя, говорит, слушай, это вообще кошмар. Я, говорит, прихожу к нашему вот диакону, еще там, одному в церкви, а у него бутылка вина на столе стоит. Я говорю, подожди, я не понял, какая связь между твоими решениями не пить и тем, что у диакона какого-то стояла бутылка вина на столе. Он говорит, ну он же чему учит-то, что пить вообще нельзя. Я говорю, подожди, какая связь между тем, чему учит он, и тем, что решил ты, что ты больше пить не будешь. Нет, ну так же нельзя, он учит, что нельзя, а у самого бутылка на столе стоит. Кстати, я потом с ним говорил, он просто купил ее на хлебпреломление. Даже если не на хлебпреломление, даже если... Даже если он пьет стихаря, это его проблема. Ты решил не пить. Почему ты смотришь на него? Это проекция. Он виноват, что я начал пить. Не я. Я весь чистый себя. Вот если бы не он, я вот так бы и осталась трезвником. То есть, понимаете, вот эти вот вещи, они настолько четко порой прослеживаются. Просто это действительно слова безответственного человека, который не работает над собой, а надевает маску, организация, отрицание или проекция. Продолжение следует... Продолжение следует...